МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире о хлебе насущном. Программа о селе, сельском хозяйстве и сельских тружениках. В студии Эльвира Ефимова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Брошенная земля вновь стала востребована. В Иландском районе распахивают залежные поля. Краевые кооперативы получили господдержку. В Курагинском районе определили лучшую доярку. В Иландском районе возвращают в оборот брошенные сельхозземли. Многие из них пустовали больше 10 лет. И это в очередной раз не на словах, а на деле подтверждает, что сельское хозяйство становится рентабельным и интересным бизнесом для инвесторов. Сколько сил и денег нужно вложить, чтобы заросшая пашня вновь стала пригодной для сева? Все же эти далее. Мы находимся на землях бывшего сельхозпредприятия СХПК Иландский. Земли не используются порядка 10 лет. Уже покрылись лесной растительностью и превратились в залеж. Больше 10 лет без плуга и ухода. Бурьяным и лесом в Иландском районе заросли 25 тысячи гектаров. Треть от всех сельскохозяйственных земель территории. Чтобы вернуть на эти поля плодородие потребуется не один год и десятки миллионов рублей. Но даже на такую землю есть желающие. Я никогда бы не думал, что вот мы в нашем районе за землю будут идти настоящие войны. Даже вот на такую заросшую землю, покрытую лесной растительностью, спрос. Люди, имеющие деньги, предприниматели, которые до этого работали в лесной отрасли, объединяются с желающими и имеющими опыт работниками, бывшими работниками сельского хозяйства, создают фермерское хозяйство. Вкладывая деньги, разрабатывают вот такие земли. Хорошие земли, которые были более-менее пригодны для вспашки, их распахали. На сегодняшний день надо только вот такое, больше другого не возьмешь просто. Его просто не существует уже в наличии. Все, что вот туда, если вы повернетесь, там уже все вот то, что было более-менее приличное, уже все распахано, уже все посеяно. Зарастать лесом поле начинает уже на третий год простое. И чтобы вновь превратить его в пашню, сначала нужно вырубить молодые березки и сосны вручную. Со своих 200 гектаров Виктор Фастов вывез уже 20 телек с лесом. Еще столько же предстоит. Но самый затратный процесс – обработать почву. В работу вступают кировцы и тяжелая дисковая барана. Вот это пройдено на первый раз большой бараной, БДТ так называемый, дисковой бараной. Вот она пройдена поперек поля. Сейчас еще раз пройдется ей же второй раз, потом плугом. И так пять обработок. После плуга еще нужно пройти бараной и дискатором каким-то, то есть взрыхлить землю. То есть, чтобы все-все вот это перерубилось. Иначе урожая не будет, все зерно сгорит в этой земле. Это минимум пять проходов техники. Поэтому я и говорю, что на 200 гектар земли минимум 30 тонн получается дизельного топлива. Это минимум. Процесс рекультивации у ГОДИ очень затратный. Один гектар обходится в 20 тысяч рублей. То есть 100 гектаров – это уже 2 миллиона. А ведь таких заброшенных и неиспользуемых земель у нас в крае более 500 тысяч. И чтобы на ней вновь заколосилась пшеница, крестьянам без государственной помощи не обойтись. Уже как год на федеральном уровне есть такое направление. Проведение там лесомеративных работ. Вот это мы тоже попытаемся в 17-м году дополнить своим бюджетом это направление. Будем смотреть, есть ли желающие. Ну, хотя уже сейчас есть, поэтому мы идем там на некоторые маленькие цифры, чтобы посмотреть, как у нас пойдет. А вообще, в принципе, требуется очень большая работа по ревизии сельхозземель на территории Красноярского края. Просто. Напомним, что с этого года неиспользуемые земельные паи бывших членов колхозов будут изыматься и продаваться аграриям по льготной цене. На фоне импортозамещения и возрождения сельского хозяйства земля вновь стала востребована. Любители путешествий на машине наверняка заметили, что вдоль дорог все чаще стали встречаться поля сочного, ярко-желтого цвета. Это поля с рапсом. Зачем аграрии выращивают эту культуру и какая от рапса польза в сюжете Исканского района. Почти 800 гектаров рапсовых полей возле села Макруша через месяц превратятся в ярко-желтый ковер. Хозяйство Новотаежной выращивает рапс в 2003 год. В связи с развитием животноводства в крае эту масленичную культуру теперь считают весьма перспективной. Производство безотходное. Из тонны рапсовых семян выходит 300 килограммов масла и 700 жемыха. С успехом продается и то, и другое. Масло идет везде. Закупает Китай. Идет продукцию, я имею в виду, населению. Парфюмерию идет. Везде идет масло, идет на топливо. Дизельные двигатели хорошо едят. Самый жмых – это белок, жир мы выдавили, белок оставили. Используется на корм быкам, в основном коровам, телятам, барочатам, везде. Все едят и поедают, и говорят спасибо. Рапсовый жмых показал свою эффективность в молочном животноводстве. Рапсовое масло охотно покупают птицефабрики для составления полноценных для птицекормов. Помимо рапса в Ново-Таежном научились также выращивать сои и подсолнечник, также для производства масла и востребованных кормовых добавок. Опыт хозяйства теперь планируют распространять по всему району. В денежном выражении, допустим, гектар пшеницы, ну, в пределах, допустим, 2 тонны дает с гектара продовольственной пшеницы, то нынешняя цена в пределах, ну, скажем, 10-11 тысяч за тонну, то вот рапс, он по урожайности не уступает пшенице, а стоимость, если семян рапса, допустим, она начинается от 18 тысяч и выше. То есть вот в этом плане, естественно, рапс, ну, перспективная и выгодная культура. Рапс выдерживает даже отрицательные температуры до минус 7 градусов, поэтому в конце июля в хозяйственном Таежное его посеют еще раз, и это позволит подкармливать коров зеленой массой почти всю осень. Заметим, что интерес к сравнительно новой для Красноярского края культуре стремительно растет. Если пять лет назад под рапса отводилось всего 7 тысяч гектаров, то в этом году уже почти 40. Далее в программе коротко о важных новостях аграрной отрасли края. На очередном выездном совещании Комитета по делам села и агропромышленной политики депутаты обсуждали выполнение муниципалитетами переданных им государственных полномочий по эксплуатации капитальному ремонту скотомогильников, отлову и содержанию безнадзорных животных, а также поддержке сельскохозяйственного производства. На практике реализация этих законодательных актов затормаживается. За два года были выписаны 22 предписания о нарушениях. По мнению депутатов агрария, проблема заключается в особенностях применения законов на селе. В районных муниципалитетах не хватает специалистов по животноводству. Отлов безнадзорных животных осуществляется через заключение муниципальных контрактов, где расценки в разных районах различаются в 10 раз и более. А содержание скотомогильников, минсельхоз и депутаты предложили вновь передать в службу ветеринарного надзора. Федерация пойдет нам, какие-то полномочия субъекта, мы передаем муниципалитет, какие-то полномочия. Вот гладко на бумаге, как всегда, иначе не примут, если не гладко. А вот приняли, а врагов-то оказалось многовато. И сейчас мы вот изучаем ситуацию, что значительная часть переданных полномочий передана так, на таких условиях и при таких обстоятельствах, что их выполнить трудно. А иногда получается, что даже невозможно. Ну, надо же всегда какое-то решение предлагать, правильно? Поэтому мы их попросили тоже на то, негативные какие-то вещи, которые происходят, написать свое мнение для того, чтобы мы их вложили в решение комитета нашего и представили высшему должностному лицу Красноярского края-губернатора. В край появляются новые меры господдержки субъектов АПК, финансирование которых планируется с 2017 года. Как сообщил глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов, сельхозпроизводители смогут получить компенсацию затрат на уплату арендной платы федеральных сельхозземель на производство и реализацию муки, крупы и макаронных изделий в потребительской упаковке, на производство и реализацию муки за пределы края и на экспорт. Также появится субсидирование отрасли мясного птицеводства и меры поддержки, направленные на сохранение и увеличение поголовья КРС. Уярский сельскохозяйственный техникум провел краевой конкурс профессионального мастерства «Пахарь-2016». За звание лучшего тракториста-машиниста боролись 12 студентов из семи сельхозтехникумов края. Соревновались также и трактористы с сельхозпредприятий, имеющие стаж работы. В конкурсе было два этапа – это фигурное вождение на тракторе «Беларусь» и отвальная обработка почвы на Кировце. Среди студентов победителем стал Иван Журавлев, который представлял Каннский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства. Второе и третье место у трактористов Уярского сельскохозяйственного техникума. Как-то навыки друг у друга набираются, и дети так же самое смотрят, и навыков больше набираются. Практика важнее, чем учиться за столом сидеть. В Красноярском крае развивается сельхозкооперация. В этом году пять кооперативов получили на развитие почти 90 миллионов рублей. Какое значение имеют кооператоры на той территории, где живут и работают? В сюжете из Абонского района. Здесь не успевают лепить пельмени. С каждым днем магазины просят все больше и больше. Тем не менее, от ручного труда не отказались. Ведь покупателям полюбились именно такие домашние пельмени. Конечно, мы делаем как для себя. Во-первых, мы сначала пробуем, а потом уже лепим. Все полуфабрикаты изготавливаются только из деревенского мяса. Ежедневно кооператив «Флагман» закупает у населения около 300 килограммов говядины и свинины. На своих подворьях выращивают мясо. И свининку, говядинку привозят, сдают. Черемша с салом, которая тоже пользуется с большим спросом. В ней очень много витаминов. Яйцо домашнее, привезенное из деревень. Сметана, молоко с березовки нам возят. Нина Оставьева показывает магазин, открытый при кооперативе. Здесь продается все, что закупают на личных подворьях. Тут овощи, мед, гуси и утки, хлеб из деревенской муки. И, конечно же, натуральное цельное молоко от домашних коров. В полдевятого мы открываемся, и у нас уже население стоит, ждет нас с баночками. Молоко привозят каждое утро, свеженькое, расходится у нас замечательно, потому что натуральное, жирненькое, вкусненькое. Кооперативный магазин никогда не пустует, ведь многие покупатели сами сдают сюда то, что вырастили на подворье, а потому уверены, что все натуральное и, как говорится, экологически чистое. На озеро едем, заезжаем сюда, берем мясо. Все выращено своими руками, никакого там сои и так далее нету ничего. Все истинное, наше, родное. Сегодня этим кооперативом охвачено более 60 личных подсобных хозяйств, 5 крестьянско-фермерских хозяйств. Я считаю, что это в нашем районе, это наш вклад именно в импортозамещение, то, о чем сейчас сегодня постоянно говорят. То есть в течение года кооперативом закупается от личных подсобных хозяйств около 300 тонн мяса, более 100 тонн молока. Оказываются услуги по переработке продукции. В этом году кооператив «Флагман» получил грант в размере 31 миллион рублей на укрепление материально-технической базы. На что будут потрачены деньги, уже решено. Мы купим большой трактор, мы купим трактор «Беларусь». Он будет оказывать услуги для любого члена кооператива, который придет за помощью. Хотим, планируем в этом здании здесь поставить цех обалочный по переработке мяса. То есть тот уже цех, ну, на данные объемы продукции, ну, нужен нам больше. «Флагман» стал одним из пяти кооперативов края, кто получил грант на развитие. Этот вид господдержки реализуется в нашем крае впервые. В помощь сельхозкооперации было выделено около 90 миллионов рублей. Сейчас назрело, наверное, время, когда нужно вот этот толчок немножко дать кооператорам с точки зрения доказать вообще целесообразность создания этих кооперативов. Очень рассчитываем, что в следующем году у нас, во-первых, не уменьшится финансирование данного мероприятия, ну, и также будут грантополучатели. Основное предназначение кооперации – помочь частнику, ведущему хозяйства или небольшим фермерам реализовать и переработать продукцию, помочь кормами, оборудованием и консультацией. А господдержка сельхозкооперации – это, по сути, поддержка обычных сельских граждан, которые, объединившись, способны прокормить себя и соседей, невзирая на санкции и эмбарго. В Курагинском районе прошел конкурс профессионального мастерства доярок, или, как их сейчас принято называть, операторов машинного доения коров. Победитель конкурса отправится защищать честь района уже на краевых соревнованиях, которые пройдут в августе. Районный конкурс мастеров машинного доения коров проводится в Курагинском районе уже в 33-й раз. В этом году участников соревнований встречало хозяйство «Имиское». Побороться за звание лучшей доярки приехали работницы ведущих районных сельхозпредприятий. Данный конкурс мы проводим в рамках подготовки к краевому конкурсу, который пройдет в августе этого года. Сегодня у нас здесь собралось около 20 участников от 8 животноводческих хозяйств. Мастерство участников оценивается комиссией. Сначала проверка теоретических знаний о технологии доения и физиологии животного. Далее санитарная подготовка. На скорости разбирают и собирают доильный аппарат. Затем самый важный этап – доение, после которого молоко проверяется на чистоту и качество. Молоко – это один из важных продуктов. Соответственно, он должен быть качественным, этот продукт. Ну и ради качества проводятся конкурсы, где соблюдаются все требования. Победителем профсоревнований стала Ираида Гербель-Доярка «Хозяйство Курагинское». Именно она поедет представлять район на краевом конкурсе операторов машинного доения, который пройдет в августе в Ужурском районе. Это все на сегодня. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Напоминаю, что этот и предыдущие выпуски программы о хлебе на сущном можно посмотреть на сайте нашего телеканала – enisei.tv. Всего доброго вам и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok